Сурдолимпийские игры. Болгарский город София, 2013 год. Звезда приморского плавания Виталий Аботин впервые выходит на международный уровень. При огромной конкуренции наш земляк бьет всевозможные рекорды, увозя во Владивосток 7 золотых и 2 серебряных медали. С того момента фамилия Аботин стала знакома всей России. Впереди Виталия ждала 4-летняя подготовка к очередной Сурдолимпиаде. В этом году мировые игры среди глухих спортсменов проходили в Турции, где приморец вновь защищал честь страны и намеревался повторить предыдущий успех. Это моя вторая олимпиада. Была эмоционально тяжелее, чем первая. И на этой олимпиаде я получил больше опыта, именно психологического, как нужно себя вести, чем на той. Потому что соперничество было очень сильное. Ну и меры пощекотались. Но, несмотря на волнение, уже в первый день соревнований в составе смешанной эстафеты, Аботину удалось завоевать не только золото, но и установить рекорд мира на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Его время составило 3 минуты 42 секунды. Приходить в себя после каждого заплыва помогал наставник. Да, уже в один момент я уже просто чуть ли не с ума сходил. Он подходит ко мне с нашатырем и под носом проводит. Вот я тогда сразу проснулся. Там ушки мне натирал, ладошки махировал, чтобы я в себя пришел. С каждым днем Виталий приносил в копилку сборной важные награды. Всего же по итогу приморскому пловцу удалось завоевать 5 золотых и одну серебряную медаль. Его вклад позволил занять сборной России первое место в командном зачете. Как говорит наставник, отдыхать Виталий не любит. Пара дней и спортсмен снова начнет тренировки. В дальнейших планах у приморца выступление на чемпионате Европы и мира. Но это уже в следующем году. А на ближайшее время есть мысли Федерации вместе с пловцом навестить приморские города, в которых рассказать и показать, к чему может привести мечта человека с ограниченными возможностями. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.